как это начать даже я не пойму вот как это как этому подступиться наверное начну с фразы о том что разработчик в этой модификации переплюнул сам себя причем не знаю он плевался будучи на велосипеде который ехал на колесе обозрения которая крутилась на подвижной платформе виде корабля который падал с водопада ниагарского и вот он плюнул и попал себе за шиворот потому что так ладно давайте давайте начнем с этой с приветствия да то есть у нас же есть нормы так сказать этики в обществе здравствуйте дорогие зрители и подписчики моего канала меня зовут найт гвард это ребята долгожданный многими собственно четвертый эпизод модификации гибернация зла я вас всех приветствую собственно я уже в третий раз потому что это третий заход на запись первой серии вот в которой я уже провел наверное порядка часа немножко уже подтекаю болит голова болят височки болят пальчики и происходит полное непонимание того что вообще задумал разработчик это я вам говорю как говорится как эксперт гибернации который прошел до этого три части и при гибернации вроде как чувствовал что уже немножко понимаю так сказать смысл посыл разработчика его идеи да то есть уже казалось что я имею какую-то базу да но зайдя в эту версию я понял что базы нету что вот здесь разработчик собственно дорвался до творчества и ушел в такой просто не знаю творческий ад что это нужно сейчас показывать будет на самом деле что тут бесполезно рассказывать поэтому давайте наверное сейчас без лишних слов сейчас начало значит смотрите начало этой модификации до там части на чс определенный это не спойлер сейчас поймете почему я уже отыграл то есть я уже провел там час времени поэтому я буду показывать исключительно со стороны ну как как гайд как обзор вообще что произошло чтобы понимали что произошло в принципе да почему я собственно горел вот и уже тогда после этого мы займемся модификации ну сюжетом там и всем остальным уже вот позже да начиная с чс там просто пойдут диалоги как бы начнется нормальная модификация вот это вот начало начало вот эти вот первые там ну вообще как бы по игре это минут пять наверное игры это очень мало но это пять минут игры если ты разработчик если ты понимаешь как бы что нужно делать но короче давайте давайте лайкосики прожали про бусте напоминаю про телеграм напоминаю комментарии собственно пишем давайте заходим в игру и там говорится уже по ходу дела по ходу пьесы буду вам собственно свои стратки и идеи рассказывать все ставим ветерана поехали гибернация плюс 4 то есть мы еще забываем получается при гибернацию это была предыстория вспоминаем своими мыслями что было в третьем эпизоде да где мы собственно там выползли там это вся ситуация да наш главный герой как бы ну вы поняли все поехали так и сколько еще ждать транспортировать образец вы отказались сами собственно ребята вот мы и начинаем вас поздравляю под прекрасные фанфары четвертый эпизод гибернации зла значит смотрите в чем у нас проблема что вообще происходит да что вообще за трындец стартуем мы непонятно где на какой-то заброшки у нас есть бронежилет psz 7n экипировка армии западного образца у нас есть патроны у нас есть собственно абакам с подствольником и одна аптечка у нас есть человечек на карте зеленый пунктик до который нужно сходить логичное действие и у нас куда не работает а у нас нет активного задания нас куда не работает видимо пока что ладно короче выдвигаемся к этому парнишки да то есть мы непонятно вообще где какая-то заброшки так краны валяются может показаться что это локация знакомая это не так эта локация незнакомая то есть где мы непонятно кита холмы страшные что происходит дохер его знает так тут нас нету лестнице какая-то печка одесс где спуск то господи я спуск забыл где находится ладно здесь короче спустимся здесь быстро и массивно так у нас до сих пор пыда не работает как хера ну подождите и карта не врубается еще за прикол карта кпк все послетала чего интересное начало модификации интересное у нас послетала нахрен все о у нас появилась карта замечательная локация мертвые топе да у нас какая-то тут отрисовывается как очень важная локация локация припяти значит у нас нет никаких заданий вообще ничего полностью пустой пда в журнале нас в истории вот текст какого-то лаборанта транспортировать образец вы отказались сами и сколько еще ждать да вот какой-то текст от кого кому непонятно у нас в контактах есть мистер доктор с хорошей репутацией ученые фотография прям доктора прям болотного я поначалу подумал воу так это мы добрались до доктора болотного вот что начинается история да у нас же как бы в третьем соде было именно это мы искали именно его чтобы спасти своего на персонажа потому что он распадается на кита молекулы с того что его поразило какой-то гадостью на чс да но ничего так просто что так просто в данных у нас в журнале нихера нет ничего то есть все пусто выдвигаемся как вы понимаете внешне это не доктор ни хрена но он в таком не ходил и это как бы явно не он заходим гачи звуки года мужского секса я спасибо господа когда-нибудь я верну вам этот должок разумеется если не забуду и смогу вас найти мужчина в костюме убегает в сторону собственно машинки три два один ну да елки-палки долго братик все он исчез заходим в пда открываем собственно журнал ничего нового не появилось кроме текста да вот верну вам должок разумеется если не забуду и смогу вас найти в контактах лаборант и колесников то есть лаборант который текст говорил про доставку это вот кто-то из них двоих потому что наш парень он ушел ведь туда подальше это явно не он а у нас здесь два человечка вот они контакты репутации нейтральный военные ученые колесников лаборант семьи как бы говорить нельзя убивать их тоже нельзя то есть просто гида мужчины непонятно вообще что нахуй происходит напоминаю у нас нет задач ничего то есть первое к чему ты приходишь это смотреть локацию да я смотрел эту нихера нету второе к чему ты приходишь это что-то было сказано про доставку какого-то вещества плюс у нас наш напарник ушел в машину будут начинать самое веселое а значит смотрите где наша карта а у нас карты нету да нихера подождите где карта вот на вот она карта локации она даже не цепляется у нас кстати игра на карте но это она вот эта локация тот мы сейчас находимся здесь вот на этой локации если вам будет интересно будете ориентироваться это та самая локация которая нужна значит садимся в тачку и вот тут самое веселое чат чат подписчики так сказать дорогие зрители на что я потратил примерно 3 миллиарда этих нервных окончаний логично что тебе наверное нужно куда-то ехать да куда-то ты не знаешь куда но куда-то нужно ехать у нас есть машина в нее сел другой человечек кнопки зажигания двигателя не существует в начале вообще то есть в меню нету я протыкал все кнопки она не работает я зашел на об про на форум и там собственно говоря один из людей ответил да тут же все просто просто забиндите команду через консоль а это первое испытание на программиста чтобы эту модификацию пройти понимаете я команду напишу наверное в описании собственно к этому видео если будете играть если вы вдруг не знаю сумасшедший такой же как я там короче нужно забиндить кнопку то есть она кнопка через меню через настройки не прописывается только через консоль забиндили кнопку зажигаем машину до этого она не работала не было зажигания врубаем фары вопрос куда ехать вы раз думаете что я поеду как бы даю будет когда диалог суд этим напарником что-то появится нет не будет нихуя то есть абсолютный метод тыка ты будешь ездить по локации тут есть объекты которые я объездил все это вот здание какого-то там и не знаю сельхоз банка вот эти все болота это я все объездил это это я только потом понял что вот эта локация это наша локация когда я первый раз ездил я не знал что мы здесь я просто ездил чё за локация первый раз еще в игре вижу для жопа горела оказалось оказалось нужно было понять понять из этого текста что мы на этой локации и нужно поехать сейчас прямо направо по загогули не то перекрестка и направо чтобы выехать на чай с имени туда косвити подсвечивается переход на чай с имени ленина нам на локацию чай с откуда мы это понимаем да не откуда блять ей давай доигриться мозги не ебить диалогов ничего вообще нету едем едем я тут объездил брать все просто слева побывал справа бывал все смотрел ноль вещей ноль диалогов вообще ноль нахуй всего я не говорю просто просто тяжелое начало модификации очень тяжелая просто прошлой гибернации были хотя бы с подсказ какой-то на то есть какая-то какой-то текст какая-то фотография в это диалог что что-то что-то висела что было в журнале да хотя бы так нет просто ты должен знать что ты должен идти на чай с то есть мы сейчас играем не за того же гг который был в третьем эпизоде то есть мы за кого-то стороннего военно-ученого едем на чай с каким-то препаратом все вот там слева какие-то у нас здание об это не нужно не переживайте это это просто сейчас это кажется очень легко вот этот прошло 5 минут времени начала серии но когда это играл первый раз сам я в шоке был нам вот сюда сохраним конечно же не перейдывать и собственно вот здесь находится переход вот так вот врезаемся с тачки выходим ну и собственно грамм и на чс эпизод 4 часть 1 странник сталки октябрь войнизированный лагерь вот такая вот ряд модификации начало то есть это вы должны понять вот этот микро пролод это первая часть 4 это первая часть разработчик уже даже делит он так модификацию поделил на эпизода теперь еще и сами эпизода на части делят вообще гений вам наверное может показаться что если на диалог все парни а кто кто этот парень что он здесь сделает чем ты стоит наверное надо с ним поговорить нет вот куда вам бы сейчас наверно хотелось пойти наверное куда в сторону где летают вертушки в бтр он главным вратам чс да вот он что так стоит у нас смотрит вы ошибаетесь нам налево нам сейчас налево без диалогов без подсказок мы идем военный лагерь где находится собственно военный и у нас возникает первый диалог в игре вот отсюда начинается игра дальше я пока что еще не игра поэтому всех еще раз приветствую надеюсь лайкос поставите на эту видосик за мои старания потому что я реально чуть не сгорел все поехали гибернация началась партия здравствуйте здравия желаю давай без формальности мы играем за военный странник СБУ майор колесников полевой эфнограф при приказе обеспечить мне доступ к объекту антенны о нем предупрежден и хоть и не нравится это мне перекину информацию лишь бы вы куда не следует нос рисовали информацию? ооо а план как пройти в лаборатории возьмите ее головой а кого? доцент демшин возле антенн придется там его еще мало людей и на своем объеке не заняты все поэтому не будет никто вас охранять почти дик газу ну и тут уже начинается логическая обычная гибернация уже с подсказками и с картами и прочими вещами как мы понимаем это все связано именно с основной частью гибернации у нас сейчас другой персонаж ученый но мы сейчас на объекте военных которые как раз таки занимались этими антеннами создание сверхлюдей зомбирование всплески энергии и все остальное то что мы видели в первой части первой гибернации за спиной у себя на ЧАЭС видимо в этой части мы должны узнать в конце концов что вообще произошло должны узнать что очень важно что это только первая часть этого эпизода то есть он будет сейчас не закончен значит сразу первое же что мы делаем гибернации это осматриваем журнал полученные так сказать данные получаем собственно говоря карту вот такую распрекрасную и классную главная точка да типа зона базы помещены зоны аномалий это собственно сам у нас командир слева некий вопросик у нас есть справа собственно зона локации антенны этого объекта и наш квест обучен еще есть квестовый парень по центру двери но вроде бы с ним пока поговорить нельзя по поводу вопросика слева я туда ходил я туда ходил так просто на шару просто только я брал диалог с этим парнем я там не нашел ничего то есть что там будет позже я не знаю но я там не нашел ничего поэтому имейте ввиду может конечно я долбился в глаза но я осматривал слева все все что было вот мне тоже стало сразу интересно да вопросик какой то есть но видимо это позже скроется по сюжету как то короче так все поехали нам сейчас максимально направо ехать вообще конечно ощущения такие что как будто снайпер сидит как будто модификация задумывалась немножечко под этот под машину что вот здесь на машине гонять чтоб быстрее было но тачку мы не можем провести на территории 6 там стоит отбойник шлагбаум и так далее вот они ребята спецы но опять же если не путаю диалога нету ни с одним из этих парней у нас есть как бы здесь метка что есть какой-то главный парень да который сюжетный персонаж но он видимо будет куда-то позже по ходу игры так что сейчас эта карта наша основная вообще вещь мы за нее держимся руками и ногами потому что у нас ничего кроме нее больше в игре нет ладно побежали сейчас в сторону антенн объекта антенны некий объект сега эти возгласы военных прям защита сталкерство потому что у них у самих опыта делаются веселая прогулка но это реально это не лучшая часть вот из того что было ребята патрулируют высоты на вертушках снайперы то есть все под контролем есть какие-то трупы сталкеров ну судя пока что бегает неплохо нам в этой части добавили веса полтинник сделали стандартным до этого были абсолютно странные 25 мы сейчас играем за кого-то военного ученого и у него вес 50 а предыдущие полевые воины сталкеры и полевые ученые с весом 25 работают 25-30 почему так я не понимаю видимо только сейчас разработчик созрел до фикса этого баланса то есть мы теперь можем нормально бегать так диалогов у нас также нет нам нужно идти именно туда дальше к объекту антенны которые пока что не видно хотя вот уже некоторые антенны видно которые прям двигаются видите наверху антенна есть радиолокационная какая-то а вот и ученые вот теперь начинаются красоты какие-то какая-то сложная аппаратура похожая издалека как будто кусочек колбасы либо мяса я не знаю какой-то тандыр подвижный так вот он собственно демшин надо измерить немножко подождите пока это яр перекинь координаты прохода на чс закрытый канал лови так некий яр запросил пройдемте говорит демшин сейчас очень важно главное сейчас не ошибаться какой-то мужчина у нас запросил координаты прохода на чс и мы ему открыли по каналу закрытому я так понимаю это же к нам был вопрос да ну подожди вот мы ответили мы ответили лови странник пока да это яр я не помню кто такой яр так а че куда идти где разговор то будет сказали у вас есть собственно доступ к объекту антенны я новый ученый а вон еще вышка вторая любая действительно объект антенны ну демшин конечно снаряжен я вам скажу явно получше нашего странно что мы тоже ученый у нас есть доступ к объекту антенны при этом у нас броня обычная и я пока так ну мужчина пока просто шагает куда-то а вот еще люди кругом снайпера кругом охрана видимо очень важный объект а это не снайпер а какой-то мужчина охранник снизу хотя нет со своей ушкой стоит так мистер демшин а куда мы идем нам как бы нужно поговорить видимо он не особо хочет с нами разговаривать о полевая кухня ученых классик классика жанра а видимо к ней и идем это местный привал местная микробаза для ученых отлично так здравствуйте майор так здравствуйте майор нужно предупредить антенны обесточены вроде бы но иногда поле сильное рядышком с ними довольно таки и стоит вниз спуститься как можно быстрее а экранированную лабораторию там тоже поле но слабее гораздо однако больше получаса невозможно находиться в ней поэтому все там обследовать не получится нам меня интересует именно архив ибо он хранит все отчеты научных исследований патентов и прочие секреты за всю историю существования комплекса эти материалы очень нужны поэтому соберите все что сможете находясь в этом комплексе я буду пока здесь и еще кое-что так код дата постройки собственно чс дата постройки чс не это не собственно дата аварии а вот подожди 71 удачи майор 1972 это собственно говоря у нас дата пароль так сказать для входа понял отправиться в архив и собрать документы то есть объект был возведен не нами он был построен до нас объект этот антенны ну по лору модификации нужно найти сейчас под ним в лаборатории документацию об этом собственно проекте возникает наверное вопрос да а где же вход да в целом то хрен его знает где-то есть вход в лабораторию вниз ща поищем а чё вы думаете жизнь простая что ли будет вот тут у нас есть забор открытый так но переходов здесь нету ха-ха-ха так подождите подождите еще раз что там у нас по тексту было история меня интересует архив антенны бесточные вроде бы иногда поля сильно вниз как можно быстрее в экранированную лабораторию так ну там нет там на карте было у нас на карте фотография была я помню сейчас секундочку а вот здание которое угловатая вот это здание где-то здесь есть спуск вниз это это я видел тут как говорится не докопаешься как игрок который играет уже ну в очередную часть гибернации уже как бы не докопаешься потому что ну знаешь что есть у тебя фотографии нужно по ним ориентироваться так вот я на уголке еще раз смотрим ну да это оно тут здание вот уголок вот он собственно демши нарисован стрелочка прям вот здесь где-то но я здесь спуска вниз не вижу понимаете в чем проблема а может быть в этом маленьком здании слева от антенн нет а где спуск в объект какие-то еще антенны а вот он лещок крышка сама отъезжает даже без паролей ха-ха-ха-ха-ха-ха так понял кодов замок 1972 есть красиво поехали виноват сам что куда не следует носу ешь от кого-то сообщение кому-то видимо нам так ну вот здесь уже начинается типа нормальная игра да то есть я просто вот горел из-за этого из-за этого начала вот просто вы понимаете что не работала машина не работала кнопка не было вообще этой карты поначалу она никак на локации не ловилась мы не понимали где мы да то есть и никаких диалогов вообще ничего и ты реально вот первое что приходит тебе в голову ну по лекалам модификации этого разработчика ты полируешь эту локацию стартов я смотрел там все здания нихера не было спросрал куча времени сейчас то уже все сейчас то уже не понял нашли информацию о тайнике каком-то дыра мертвеца а дары дары мертвеца какая-то рука какой-то боец застывший так ни черта не понимаю ребята вы кто тихо 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 спокойненько спокойно спокойненько и аккуратно так а у нас ножика нет сейчас с собой у нас есть бочек да ёпки палки хорош а им покеров им вообще насрать бля зачем я убиваешь только трачу патроны правильно просто всираю патроны потом будут нужны как говорится а я не смогу ими воспользоваться нет я понимаю кто это тут это не загадка я так понимаю это бойцы которые спускались для зачистки объекта но он видимо включился и как было сказано что даже когда он выключен этот антенны даже в лаборатории сильное слабое значение но все равно пробивает то есть пол часика и ты все равно спекаешься о есть патры у одного из них великолепно короче мы ребят это спасли по факту что им было очень плохо так по поводу тайника смотрим возле зеленки возле колонны это видимо снизу где спуск к кровососу ща найдем щас найдем щас осмотрим это дело все так аномалии нема здесь странно что это лаборатория такая же как лаборатория в других частях то есть прям нравится разработчику подземка агропрома но она даже не видоизменяется то есть даже тот же самый объект просто он ему очень нравится так слышу аномалию вот похоже на это место или нет явно можно упасть а вот она вот она рука какая-то да вот она рука торчит из стены а а в ней патрон находится нас снабдили снаряжением так сказать шкаф стоит а ты здесь что делаешь похоже на какие-то галюны потому что есть объекты которые здесь не должны быть диван так это видимо не мы какой-то мужчина а какой-то мужчина сидел у привала эй мужик сидел у привала здесь и собственно говоря ушел а у нас пошли галюны жесткие очень жесткие очень жесткие видимо заработали антенны пробивают лабораторию мозги плавятся а это аномалия это не по другействе так секундочку возникает вопрос а что мы здесь ищем вход сюда закрыт пошла пси-пси атака ага здесь тоже закрыто вот те на те интересно нам видимо налево но ведь здесь у нас электроаномалия может надо обойти там с другой стороны так есть некая дверь слева опа другая локация так сейчас секундочку смотрюсь на всякий случай мало ли что вдруг здесь что-то тоже было тут убрали даже аномалию да? грави тут оставили телевизор который нерушим не ломается а и вот блять эй тихо 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 не ломай не ломай не ломай пожалуйста все я понял любопытство меня чуть погубило спасибо все все я пошел в другую локацию хорошо я вас понял я вас услышал архив нормально я вышел ребята так сейчас я вот так на всякий случай сделаю я просто вместо архива вышел из модификации у меня вылетело так спустились мы в архив какой-то я опять же это знакомые нам локации да это подземелья которые находятся под чайсочкой разработчиков очень сильно любит красная кнопочка так заходя сюда у нас не было никаких сообщений ничего мы ищем документацию некую надеюсь она будет в количестве одна штука ну типа нашел все прошел потому что если их будет много то это нам много тысяч лет поисков ага нет все таки их много это плохо потому что я могу некоторые вещи упускать так какая-то информация есть с них сплошные диаграммы формулы и термины то есть мы не совсем ученые да то есть я состою в военно ученом штате я именно боец который прибыл чтобы найти документацию а не ученые понятно тогда возможно это наш главный герой слушайте из других гибернаций так а у нас здесь что прохода нет так не понял надо разбираться но в этом моде бывают приколы что типа надо нам алик каким-то образом отключать здесь прям происходит полный ваншот но вряд ли это весь стопка бумаг толстая хотя возможно это все соберите документы понимаете архивные документы а они прямо так вот подписаны описание изобретения обстановка так ну блин я не знаю что это все что есть ну дальше проход нет дальше у нас стоит аномалия которая нам закрывает проход дальше тут у нас нету ничего дополнительного тут тоже просто странно что документы и у нас после нахождения стопочки не сработало то что квест пройден хотя знаю этот мод оно могло и не срабатывать то есть кнопки вроде бы не работают хотя возможно где-то есть какой-то рубильник чтобы там убрать питание ну типа электричество ну сейчас самое простое логичное ну как бы не так много времени это займет это реально пойти просто выйти отнести документы если он скажет что все окей значит все ну я про ученого если не окей значит не все но здесь явно пройти нельзя прям стоят специально таким образом эти аппаратуры рубильников здесь не вижу никаких короче можем идти просто обратно видимо это и были те самые документы одна штука наверное а подожди а подожди мы отсюда пришли да тут оказывается был поворот налево прям большой аааа тихо вот у нас что был второй туннель гигантский просто по размерам и еще поворот а здесь лестница к лифту и она кстати рабочая лестница и здесь тоже рабочая оооо подождите ща 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 мы сначала проверим этот туннель потом сюда полезем бред я наверное прям при вас буду это делать чтобы вы понимали сложность прохождения модификации я буду прям сейвы оставлять так какая-то водичка серая у нас здесь это местный склад ну тут могут быть какие-то патроны но вряд ли будут документы это же склад хотя нет что-то лежит нет лежит у меня отрубился фонарик у меня отрубился фонарик ага все включился это это был некий скример хоррор я очень испугался радио вызвало какой-то припадок после документа поднятия и появился некий контролер психозный ужас так вторые доки есть какая-то фотография ирд в ша у них разные еще эти ну да это документы видимо по созданию супер солдат то есть хотя бы это в общей вселенной с первыми эпизодами чтобы хоть понимать что вообще происходит тогда слушай тогда действительно это возможно предысторит нашего персонажа сейчас что-то будет для нас более логичным прям небольшой поток эйфории ловлю я как сказал бы магистр йода то есть начинает что-то вырисовываться что-то адекватное так отсюда мы пришли еще есть поворот налево да а стоп или я отсюда пришел нет я отсюда пришел есть поворот направо ну это самая лестница которая нас выводит куда-то я не знаю куда но видимо в отдельное помещение где есть документы тоже интересно мне кажется на вода бесит нельзя бегать все модификации и так дохлые не может нормально бегать тут теперь еще и вода так вход в грязную зону дальше дальше опасно рубильников нету я слышал звук электричества как будто сейчас иду с другой стороны к этому а нет заграждению так ну рубильников здесь нету ну это реально был хоррор короче говоря казалось что водичка под напряжением здесь тоже закрыто фу блин я пересрался но здесь вроде бы нельзя было никак водичку обесточить это горелка лампочка торчащих штекеров не вижу ладно ну пока не упарываемся в такие места они есть как бы пока верим в легкий вариант прохода это посмотреть все места интереса которые есть адекватные и найти там документы и все без всяких сложностей типа поиска рубильников чтобы пройти за молнию это оставим на потом это всегда успеется пока у нас документы и так ищутся так значит возвращаемся обратно в наш склад и идем к той двери которая в лифт ведет ну полезли посмотрим надеюсь без вылетов ага так попали в локацию лаборатории x18 я правильно понимаю рубильников опять же нету понял так ну наверное нам нужен не выход нам нужны документы поэтому давайте спускаться кирасиму выползли конечно с чаэски ну это как бы единый объект просто мы к этому крюкли то что это локация это локация которая есть у нас на территории долины темной ага все это 3 документы все слушайте я даже в это ну поначалу не поверил то что реально пойдет по легкой так аномалия мне казалось сейчас будет такая тема что 3 документа будут легкими там да а последний будет очень сложными заперто ну как обычно ты находишь первые 3 прям легко а потом короче говоря тебе приходится жестко упарываться и собственно говоря искать финальные документы там через какие то не знаю там инсинуации тыканье мыканье и прочее так у нас здесь значится есть этот вот самый лифт очень похоже на тот лифт с которого у нас какой-то солдат падал в одном из эпизодов может быть это какая-то отсылка что это я был из этой части возможно это реально гениальный ход разработчика то есть это два параллельных персонажа которые пришли в одну точку один падал второй это увидел так ладно но это мы опустим а у нас тут труб нарисованный подождите завтра аааа ааааа ёлки палки а я хотел уже уходить не 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 то есть у нас теперь тут видите рабочая лестница это как бы это надо осмотреть Есть некий труп вот этого парня А у него есть слизь артефакт На минус кровоточку Это надо брать Крысы дохлые Не зря спустился, слушайте И здесь добавили выступы На разных ярусах добавили выступы, видите Но они очень маленькие Тут какая-то темнота нетекстурная То есть там прям наверху большой выступ Ну то есть там мы точно можем пролезть без проблем А, вот все позакрывали, да, я понял То есть это только для того, чтобы я забрал именно эту штуку Я понял Все, легко Получили артефакт, благо заметил Архива, находится Ваш товарищ уже направился к вам Майор, забыл он за комплекс лабораторий Лифт, ведущий туда Находится на территории архива Поищите еще там Кстати У нас очень интересная эмоция Мысли, глазоньки Доцент Демшин Поиск документов Про лифт в архив Странно, как будто это скрипт, который должен был сработать до моего захода Тогда было бы немножко полегче Типа лифт, который находится для спуска в архив Так я там уже все нашел Как будто он должен был сказать нам до захода Тогда было бы попроще чуть-чуть А я это получил после Здравствуй, жопа, Новый год А вот теперь это доктор Доктор? Вы тут откуда? Как вы сюда? Как тут? Я информацию раздобыл Группа ученых потратили годы работы, чтобы подключиться к ноосфере К информационному полю Земли А сознание? Но это не новость Все не так просто Это событие сравнимое разве что с покорением космоса Что мы имеем десятилетиям спустя? Зону в образу и подобию Чего? Или кого? Если что, это не у меня ком вырубился Это была заставка внутри модификации И ее опять выкинуло И мы там на локации Мертвые Топи Занятная история Но меня там не было Ну, это уж я понял позже Что это все контролерские фокусы Что дальше? Ну, пришла пора оттуда выбираться И я... А-а-а-а Подожди, стоп А как звали персонажа из оригинальной части Странник? Что-то я извините Я из-за того, что неделю не играл в модификацию И вообще все забыл Это... Хрена себе Это прям как сериальная подача Сериал, да Это от Нетфликса Только от нашего Русфликс Это... Это, как вы поняли Это мы рассказываем сейчас историю Доктора То есть мы до него дошли На территории болот В третьем эпизоде Нашли его И, видимо, рассказываем ему историю Что произошло Типа мы там увидели его Но это была проделка контролера Это не настоящий он был Это мы ему рассказываем Так, ну и сейчас мы идем на выход к ученому И, видимо, по пути будет контролер, я так понимаю, да? А, вон у нас там какой-то мужчинка стоит Видимо, это он и есть Понял Здорово, контролер Юрген Подойди Нужно обсудить кое-что Я хочу поговорить Он ученый Какого вражда ты там хочешь? Не слышно ни хера Ты подойди же, а ты ближе Я очень близко Еще ближе Я не могу Эта храдовина решетка меня зовет Загородила проход Поэтому я и хочу, чтобы ты подошел ближе Я помогу тебе ее открыть Как? Мне нужен пистолет У тебя же вон кобура На ферме Должник, которого ты пристрелил Вспоминаешь? А этот диалог у нас не тыкается Это просто подсказка какая-то Или тыкается Какой-то... Да что происходит? Какой-то Юрген Какого-то должника На какой-то ферме пристрелил Что? Мне нужен новый пистолет И я от всего этого устал В тупичке На лестнице Есть новый пистолет Принеси его мне Срочно А если я это сделаю То ворот откроется? Я знаю где рычаг Дай мне пистолет Узнаешь Ладно Так В тупичке На лестнице Видимо там лестница Которая В тупичке Подожди С какой стороны Интересно с этой Или с той Сначала с этой проверим Потом проверим С той стороны В тупичке На лестнице Есть пистолет Здесь нету нихера Ооо Ребята Это очень тяжело Очень тяжело Я вам скажу Это очень тяжело Так Тут есть только Это вроде кадры Из модификации Фотограф Нет? Ну очень красивые кадры Иди по тропе Мертвецов Я с того Света Должен Вынести Пистолет Что ли? ПДА Опять не работает Так Тропа мертвецов Первого Нашел ПДА ПДА Вижу Угу Они Все Способны держать оружие Способны Способны Так Так Ну я держу оружие Я иду Так что Пошел 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 У нас Кстати Очень кривые прицелы Не включается Нормально Идется Лупить Как есть Какой-то Был Странный Сигнал Не заметили Кругом Аномалии Ха Не Это Скорее всего Какая-то Обманочка Блин Но хочется Пойти Проверить Ха 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 А может И не Обманочка Так Сейчас Секунду А нет Нам нужно Идти в ту сторону Именно То есть Нас туда призывают Просто так Здесь Немножко Перепутанные Комнаты Между собой Комнаты Выжигателя Мозгов Понял Нам видимость Сюда Так А нет Здесь Просто Коморка Можно попасть На ярус Ниже Прям Да Прям На ярус Ниже Нужно Попасть Так Идти Под Трупом Трупы Вижу Прохода Не вижу А Ниже 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 На баш На баш В виде Прицела Черного Что-то Знакомое Так Не забываем Отдельные вещи Делать Интересные Дверь Заперта То есть Безым Безымянный Сталкер Документы Я реально Хожу в чертогах Разума Так А шо Надо нажать Шаб Дверь Открылась Хороший Вопрос Да Че там Че там По ответам На вопросы Ага Принеси Так Я получил Пси шлем И некая тварь Открыла Некую дверь В длинном Длинном Проходе Я единственное Из-за того Что локация Перемешана Не совсем Понял Че за дверь Где этот проход Находится Куда идти Противогазы Разбросаны Контейнеры Для артефактов Блин Отсюда Конечно Это Что-то с чем-то А Ну Отсюда Начинали Блин Тут как будто Все Ну Проходы Которые Есть Не все Ведут Все равно По кругу В одну точку Так А что я получил Себе Пси шлем Да ПМС Понял Менструация Ну вряд ли Открыл ту самую дверь Которая Или подожди Это типа Был Может быть Кровосос Снизу И открыл Дверь С туннеля Со своей стороны Открыл Мне здесь А А ты Добрый Или плохой Мертвый след Посылка Получен предмет Сапожник без сапог Идет Пир Какой-то Там был необычный Сос У него была на башке Какая-то штука Какое-то устройство Как будто я приказал Принести мне Некий объект Через свой шлем Мне кажется Знаю что с ней делать Посылка Открыть не могу А Все Я очнулся обратно Здесь Так Стоп Абакан Куда делся Я же вроде бы Вернулся В реальность Нет Какого черта Я остался без оружия Если что Так Подожди Секундочку А можно Сохраниться Было заранее Попаду Уже нельзя Не думаю Что тебе Можно доверять Ты не получишь Пистолет Вот Скажи мне Где рычаг Давайте Для начала Не доверимся Ему Так и думал Рычаг Здесь Эй Ебанутый Ублюдок Я убью тебя Он убежал Нажал При этом Рычаг А я получился Пистолет То есть Я правильно Выбрал Так бы Он меня просто Пристрелил Скорее всего Наверное Я не знаю Что было бы Ну Рубрика Эксперименты Да Вот Скажи Где рычаг Находится Спасибо Кирилл Рад Что ты Смог довериться Мне Ну и взамен Вот Эй И поверил Ему Ха-ха Бля Не перебивай Побрился Молодец Теперь иди Пса покорми лучше Долбанный псих Теперь тебе Пиздец Какой Черт Псих Какой Пес Кого Кормить Ладно Возвращаемся Мы с оружием Вариант Где мы не дали Собственно Пистолет К данным мужчине А он улетел Наверх Так Вход в саркофаг У нас здесь Ага Здорово Найти контролер И убить Очередной переход Перепрыжка Я с одним Пистолетом А С ножиком Ха-ха-ха Аптечка Ха-ха-ха 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 Блядь Я говорю Эта часть Ребята Она просто Дает прикурить Предыдущим Четырем Блядь Запасом Что за хуйня Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Пришел к доктору И говорит Доктор Я совсем Не могу спать Мне снится Будто я Заперт в саркофаге С кучей монстров И они медленно Разрывают меня На кусочки Это тебя контролер Предупреждает Послушай моего совета Обязательно Бутылку Занеси Ведь до скольких Сталкеров Этот сон Я превратился А почему На бутылку Пождобились А что с ней нужно Делать С этой бутылкой На нее нужно сесть При контролере Или что Каким образом Она поможет Контролеру Спасибо вам большое Доктор За доктора Спасибо Я не ожидал Блядь Очень страшные Приходы Прям бьют По глазам Пиздец Прям Аж становится Плохо Сейчас Наверное Еще будет Приход Аппаратура работает Судя по звукам Напряжение есть Не ломайся Пожалуйста Не надо Так Это локация ЧАЭСки Из Нет Дежавю Как будто Мы так уже Делали Это локация ЧАЭСки Из Ласт Альфа А Дверь закрылась Пиздец И что делать Опять Какую-то Кнопку искать А Нас закрыли Нас Заперли Ох Голова Раскалывается Эхе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Так Еще одна партия Вылетов Произошла Что мы Теперь здесь Ищем Вопрос Двери Закрылись Какие-то звуки От радио Есть Так Понимаю Это они Намек Да Нужно Нужно куда-то Подойти Что нажать Знать бы Еще что Где-то Вот здесь Рубильников Здесь не вижу Рабочих Кодовых Звук Откуда-то Отсюда Войдет Или нет Двери Обе Тю-тю Записок Нету А Есть Но это Против радиации Нам дали Препарат Как бы Вентили Не работают Блин Все было Классно Бегал Контролер Какие-то Приходы А дальше То что А дальше То что Надо сделать Так Приборная Панель Тоже нет Электрощиток Тоже нет Какой-то Закуточек Красивый Тоже Нет Подожди Я такого Не видел Раньше Паспорт Какого-то Гражданина Украины Но Оно Не тыкается Интересно То есть Я должен Натей Какой-то Объект Который Что-то Сделает Со мной Тихо Не ломай Меня Тут В прошлый раз Здесь сдох Сдох Да Твою Мать Блин Это Опять Странно Вот Все Шло Канонично Логично И тут Разработчик Такой Ну вот Так Сделаю Экстра 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 Сенсируй Что-то Тебе надо Найти Что найти Да Хер Ого Знает Какой-то Ток Слева Попер Щиток Тоже Не Работает Рубильников Нет Блин Дверь Выгибается Туда Раз Ножа Да Блин Ну Как Так Ну Ё Моё Бегали Все Было Логично Как будто Вот Этот Объект Залагал У меня Самый Выбивающийся Из Фона Есть Некий Паспорт Нужно С ним Взаимодействовать А он Не Взаимодействуется Странная Хрень Так Ну Короче Я Это Я пока Сдаюсь Извиняюсь В этой серии Наверное Это пока Закончим Я Чего Здесь Оббегал Все Не нашел Нихера Кроме того Что мы Находимся В объекте Который У нас Вот Вот Такой Стальной Находит Щеточка У нас На крыше Но Как пройти дальше Я не понимаю То есть Просто Вот Как бы Пока Ступо Дошли Отсюда Как говорится И хватит Будем Разбираться Что дальше Да и как Это Гибернация Четвертый эпизод Собственно Первая серия На этом Пока все Всем спасибо Всем пока Продолжение следует